Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск Вести Хакасия в студии Татьяна Донцова. И коротко о главном. В республике нашли золото. Геологи ведут разведку нового месторождения. Жизнь на селе становится лучше. Сегодня Виктор Зимин побывал с рабочим визитом в Варжинькидзовском районе. Очередная удача наркополицейских. В Хакасии изъята самая крупная в текущем году партия наркотиков. Сегодня Верховный суд Хакасии поставил точку в нашумевшем деле о похищении человека. Расследование действий преступной группы из четырех человек началось еще в апреле 2010 года. Тогда Рустам Акрамов, Андрей Прокопьев, Александр Свистунов во главе с Дмитрием Гессом похитили 20-летнего парня. Вывезли его за пределы Абакана и жестоко избили битой. А получив нужную информацию отпустили. Следственные действия продолжались больше года. Все это время подозреваемые провели под стражей. Еще полтора года дела рассматривал суд. Дмитрий Гесс хорошо знаком правоохранительным органам. В последний раз его задерживали в августе прошлого года в районе Абаканского речвокзала. Парни из Хакассии во главе с Дмитрием Гессом выясняли отношения с группой из Красноярска далеко не мирным путем. Оперативники изъяли травматические пистолеты, биты и охотничьи ножи. На днях лидер группировки Дмитрий Гесс выложил в интернет видео. В своем обращении он заявляет, уголовное дело на него сфабриковано. Никакого похищения не было, а всю ситуацию называют ничем иным, как потасовкой. Был у нас потасовка небольшая с неким Гиви Сацуком, с одной стороны, и мною, и моими друзьями. Где-то подрались немножечко. Они начали ездить по городу, искать наши машины, разбивать машины нам. После чего мы нашли знакомого Гиви Сацука, это Кристалл Виталий. Когда выехали на загород, здесь, рядышком, на даму, поговорили жестко с ним. Сегодня суд вынес решение. За похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, Дмитрий Гесс проведет в колонии строгого режима 7,5 лет. Именно такой срок требовал для обвиняемого прокурор. И вот подельники получили менее суровые наказания. А Крамов приговорен к 6,5, Прокопьев к 5,5 и Свистунов к 5 годам заключения в колонии строгого режима. Молодежь нужно привлечь в село и удержать там. Как это сделать, власти Хакасии знают. И сегодня эта тема еще раз обсуждалась в ходе выездного заседания правительства республики в Арджиенкидзовский район. Кроме этого, поднимались и другие вопросы, те, которые больше всего интересуют местных жителей. Подробнее о поездке главы в самый отдаленный район Юлия Константинова. Зданию Новомарьясовского ДК больше полувека, однако после капремонта внешний вид вполне современный, да и внутри. Заменены коммуникации, завершены отделка стен фойе, учебный классов, сельской библиотеки. Этот зрительный зал лет 10 стоял закрытым. Причина – пожар, во время которого помещение выгорело практически полностью. Капитальный ремонт здесь начался в 2010-м. За это время удалось заменить и утеплить потолочные перекрытия, частично полы. В 5 миллионов 300 тысяч на условиях софинансирования обошелся ремонт республиканскому местному бюджетам. Плюс в этом году планируется выделить на его завершение больше 1 миллиона 400 суммы солидные, потому что развитие села – приоритетное направление для республиканских властей. Не должно быть у нас быть окраин, может теряемых. Решение приняли, с июля месяца будем платить, кто корову держит, 500 рублей в месяц. За одну корову? За одну корову. Две коровы? Ну, в год 6 тысяч. Побывал глава Хакаси и в Новомарьясовской школе-интернате. Напомню, там завершена реконструкция первого этажа, где разместили детский сад, которого в селе раньше не было совсем. На очереди отопление второго этажа, профинансировать замену которого решено в этом году с помощью субсидий. Осмотрел Виктор Зимин и ФАП в селе Копьёво. Обсудил с главой администрации района проблемы молодежной политики. Но главные перспективы – сохранение малых сел, в том числе Кангарова, где население сегодня всего 70 человек. Валерий Трояков, местный житель, рассказывает, работы нет, держу хозяйство, которое поить фактически нечем. Сквара, видать, там не достает. Половина лета вроде так качает, а потом еще вода садится. Перебой и с доставкой питьевой воды. Водовозка старая ломается часто. Проблема взята на контроль. В ближайшее время новый автомобиль для доставки питьевой воды будет приобретен. А на будущее планируется пробить скважину или брать воду в пойме реки. Решен вопрос и с пассажироперевозками. Уже сегодня отсюда ходит маршрутка на Копьёво. Прорабатывается маршрут на Абакан. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 2 стиха Косе. Два человека пострадали в аварии, которая произошла сегодня утром в Абакане на улице Жуково. Водитель «Жигулей», предположительно таксист, вылетел на полосу встречного движения. По счастливой случайности в эти минуты поблизости не оказалось других автомобилей и пешеходов. Водитель автомобиля ВАЗа Си-09 направлял с северной дамбой в направлении улицы Жуково. По предварительной оценке водитель не справился с управлением и допустил наезд на электроопору. Полицейские добавляют, что причиной ДТП могло стать нарушение скоростного режима. На этом участке дороги машинам разрешено двигаться со скоростью не больше 60 км в час, а сразу за электроопорой, куда влетело авто, еще меньше – 40 км. В момент аварии один пассажир, 17-летний парень, находился на заднем сидении. 23-летний молодой человек рядом с водителем. Именно с его стороны особенно серьезно пострадал автомобиль. Выбраться из машины сами парни не смогли. На помощь пришли спасатели. Оба пассажира сейчас находятся в больнице. Они получили множественные ушибы, черепно-мозговые травмы, у одного – перелом голени. Что касается 26-летнего водителя, он, по словам инспекторов ГИБДД, сначала с места ДТП скрылся, но сейчас уже находится в полиции. Возбуждено дело об административном правонарушении. В очередной раз понесет наказание и известный зрителям нашей программы любитель пьяной езды Георгий Мурджекнелли. Сегодня он вновь был задержан. В 23-й раз. Около полудня на телефон доверия полиции поступил звонок. Бдительный гражданин сообщил об автомобиле, которым управляет явно нетрезвый водитель. На указанное место перекресток улиц Володарская и Советская, а затем по следам пьяного лихача, выехали патрули ДПС. Догнали подозрительную десятку уже на улице Некрасова. За рулем машины вновь оказался молодой нарушитель-рецидивист. Как обычно, он отказался от медосвидетельствования, но в отличие от прошлых раз, вел себя мирно. Нетрезвого шофера поместили в спецприемник. Ему грозит до 15 суток ареста. Новое золотодобывающее предприятие может появиться в глухой тайге. Геологи из Хакасии приступили к детальной разработке золотоносного участка Кедровой, расположенного практически на границе с Кемеровской областью. Работы ведутся в рамках федерального заказа. Продолжит Виктор Лушников. Дорога, по которой геологи и буровики добираются к своему поселку, можно назвать дорогой только условно. Местами снежные брустверы по ее краям выше самой машины. Сам золотоносный участок был разведан в последние два года, но это самое предварительное обследование. В проложенных траншеях геологам удалось найти породы, в которых с вероятностью в 90% встречается коренное золото. Гуру начали исследовать более тщательно. Были намечены какие-то зоны, какие-то рудные горизонты, какие-то перспективные площади. Сейчас мы их уточняем уже. Границы. Берем пробы на глубину. Будем проводить аналитику, то есть определять содержание. Буровые установки работают круглосуточно, ведь в скале за сезон предстоит пробурить несколько десятков скважин глубиной до 150 метров. И уже первые керны дали обнадеживающие результаты. Федеральные деньги по этому объекту у нас 175 миллионов, но вот в этом году нам нужно освоить 65 миллионов. А ресурсы, значит, в геозадании у нас предусмотрено, 40 тонн П1 и 20 тонн П2. Иначе говоря, из этой горы можно будет извлечь несколько десятков тонн золота. Содержание драгметалла в руде делает перспективной карьерную разработку месторождения. Виктор Лушников, Алексей Голубев, Вести Хакасия. Самая крупная в этом году партия наркотиков задержанного Бакани. Полтора килограмма гашиша в республику привезли двое жителей Тувы. Молодые люди давно находились в разработке у сотрудников наркоконтроля. На днях торговцы сбыли 60 граммов гашиша, после чего и были задержаны. Но самый серьезный улов наркополицейских ждал на квартире, где временно остановились гости из соседней республики. Во время досмотра мужчины отказались добровольно выдать привезенные наркотики. А когда гашиш был обнаружен, заявили, что пакеты нашли на трассе по пути в Абакан. Сегодня изъята самая крупная в этом году партия наркотических средств. Она составила около 400 коробков весом более полутора килограммов. И если перевести на условные разовые дозы, то более 3000 доз. В настоящее время молодые люди задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данной статье им грозит до 20 лет лишения свободы. Буквально пару часов назад в Белом Яре завершилась контртеррористическая операция. Это часть командно-штабных учений, которые проводит республиканское управление ФСБ. По легенде, вооруженные террористы захватили здание Алтайского районного суда, чтобы освободить своего лидера. При этом убили одного из заложников. К месту были стянуты все экстренные службы республики. После нескольких часов переговоров злоумышленники так и не сдались. Потребовали предоставить транспорт. Однако уехать далеко преступникам не удалось. Сельские улицы вздрогнули от взрывов и стрельбы. Все, кто вышел с машины лицом, все, кто вышел с машины лицом. Ты тоже. Машину досмотрели? Оружие. Выкин, выше. Выкин, выше. На территории республики появится природный парк Хакасия. Правительство уже утвердило проект. Основными задачами особо охраняемой территории регионального значения будет сохранение уникального природного комплекса реки Абакан и развитие организованной туристической деятельности. Общая площадь природного парка Хакасия составит более 160 тысяч гектаров. Подробности в ближайшее время появятся в интернете. Такова информационная картина дня. Напомню, что программу Вести Хакасия вы также можете смотреть на канале Россия 24 ежедневно в 13 и в 19 часов. Приятного вечера. До свидания.